Всем привет! И сегодня мне бы хотелось рассказать о своих любимых бюджетных средствах, которыми можно делать макияж и так далее. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь и давайте начнем. Начну я с лица, именно с тональных основ. Один из самых моих любимых тональных кремов, и он очень бюджетный, действительно, он стоит где-то 500 рублей примерно, может быть чуть-чуть побольше, может быть чуть поменьше, в разных магазинах по-разному. Вот такой крем от L'Oreal, и он очень классно подойдет именно если у вас много жирного блеска. Если у вас жирная кожа, например, этот крем очень хорошо подойдет, он не окисляется на лице. Главное правильно подобрать тон. Например, у меня вот это 11, но на самом деле всем, у кого светлая-светлая кожа, я советую 10 тон, потому что он более светлый, чем 11, и просто он как-то лучше подходит. Поэтому вот этот крем, он довольно-таки стойкий, он хорошо ложится на кожу, он делает ее матовой, гладкой, но для сухой кожи этот крем не слишком хорошо подойдет. Он все-таки подойдет больше для жирной кожи, комбинированной, если у вас кожа склонная к сухости, он также может вам подойти, но ваша кожа не будет сиять, она не будет такой гладкой. Не могу сказать, что он подчеркивает слишком шелушение, просто для сухой кожи он достаточно суховат. Вот не знаю, как еще объяснить. А так, средство очень достойное, очень хорошее, классно подойдет в качестве консилера, перекроет все недостатки, все прыщи. Когда у меня была очень-очень проблемная кожа, я пользовалась только им, он потрясающий. Но вообще, если сравнивать его с другими тональными основами, с теми, которые я очень люблю, мои самые любимые, это NYX, вот такой тональный крем, у меня миниатюрка, 15 мл. И это мой самый-самый-самый любимый тональный крем от Misha, это корейская косметика, называется он Aqua Cover и у него есть SPF 20. Почитаю больше крема и тональный с SPF. Вот этот классно подойдет для сухой кожи, он просто не такой бюджетный, как L'Oreal. И вот этот тоже не слишком бюджетный, они стоят в районе 1000 рублей, вот этот 1500 вроде бы, но он очень экономичный, ему хватит надолго. Для сухой кожи подойдет идеально, ваша кожа будет сиять, она будет гладкой, все недостатки перекроет. Очень классное средство, мое самое-самое любимое. И вот этот крем тоже хорошо подойдет как для сухой, так и для жирной кожи. Все хорошо перекрывает, не ложится маской и у них очень большая палитра. Каждый найдет для себя по вкусу тональный крем. Следующее средство это консилеры и у меня здесь два любимых консилера. Это первый консилер от Misha и второй, честно не знаю, как эта фирма правильно произносится, все ссылки на продукты и все названия я вам оставлю внизу, поэтому сможете посмотреть. Это два таких корейских консилера и они достаточно бюджетные, очень недорогие, но они невероятно классно все перекрывают. И они не забиваются в складочки, если их хорошо припудрить. Мой самый любимый это вот этот, название которого я не могу сказать, потому что не знаю, как правильно произносится фирма. Misha мне не так сильно нравится, потому что мне просто не очень подходит вот этот цвет. Если у вас кожа чуть потемнее, то вам подойдет. Это вроде бы самый светлый оттенок, который там есть, хотя я не уверена. Ничем особенно не отличается, просто вот этот консилер светлее, чем вот этот. Но корейские консилеры, мои самые любимые консилеры, они бюджетные, они классные, у них красивые оттенки, они очень хорошо подходят для моей кожи, поэтому обязательно присмотритесь, если ищете что-то бюджетное, но очень хорошее. Следующая это база подтени, и самая моя любимая база подтени, это база от Essence. Она есть вот такая темная, и есть еще светлая, но светлую я, честно, нигде не могу никак отловить, поэтому пользуюсь вот такой. Она у меня уже очень давно, и она, наверное, никогда не закончится. Тени держатся с ней целый день, она стоит очень недорого, ее удобно наносить, она как консилер растушевывается, на ней тени держатся целый день. Любые, дешевые, дорогие вообще. С ней тени становятся более пигментированными, и, в принципе, она меня всем устраивает. Не могу даже никакого аналога вам предложить, потому что это шикарная база. Следующая это тени. У меня здесь есть несколько любимчиков. Вообще, я обожаю тени от NYX очень и очень сильно, и практически всегда пользуюсь ими. У меня есть вот такие однушки. Однушки вот эти, вроде бы, по 250 рублей или по 200. Вы можете собрать себе целую палетку, в принципе, из таких однушек. Я тоже ссылки оставлю вам внизу, вот на те тени, которые у меня вот здесь. Это самый мой любимый цвет. Он такой, знаете, оранжево-красный, немножко даже коралловый. И очень классно вот этот цвет подойдет для девушек, у кого голубые глаза. Вот прямо очень хорошо теняет, супер. Вот эти однушки, они хорошие по качеству, они держатся целый день, особенно если с базой. А тессинцы их используют без базы. Честно, я тени никогда не использовала, поэтому не знаю. Но в целом, классные тени за свою цену. Следующая, это моя любимая палетка от NYX. Она тоже достаточно бюджетная, если смотреть то, сколько здесь цветов. Они такие осенние, вот эти именно цвета в этой палетке. Эти палетки есть разные, с разными цветами. Но мне нравятся вот такие, знаете, нейтральные, но в то же время яркие. Чтобы можно было сделать разный макияж. Здесь есть и нюдовые цвета. Здесь есть и очень яркие, типа вот такого, вот такого и вот такого. Супер осенние цвета, супер весенние. Поэтому моя самая любимая палетка, пользуюсь ей практически всегда. Практически всегда. Даже сейчас у меня здесь на глазах тени вот эти. Это просто потрясающая палетка. Она достаточно недорого стоит. Опять же, учитывая то, сколько здесь цветов. Если вы покупали бы вот такие однушки, то цена, в принципе, получилась бы точно такая же, если вот так. Хотя, наверное, однушки вышли бы дороже. Если вы ищете бюджетные тени, какие там, берите NYX. Не прогадайте, они шикарные. И последнее, у меня есть вот такой вот тинт для глаз, тоже от NYX. Это, как знаете, жидкие тени. У них такой аппликатор, как у обычного, не знаю, консилера. Обычно вот этой штукой я себе делаю стрелки. Очень много есть цветов вот у этих вещей. И я люблю именно вот такие металлические. То есть, это такая серия с таким металлическим подтоном. И мне очень нравится делать вот этой штукой стрелки. Они также держатся целый день. Если вы нанесете на базу или на тени, эти стрелки у вас будут держаться целый день. То есть, это еще такое, знаете, многофункциональное средство. Купили, в принципе, одно. Оно не очень дорогое, около 500 рублей. Купили одно средство, но можете использовать как тени, как помаду, чтобы, может быть, какой-то макияж создать, добавить в ваш обычный блеск. Тоже очень удобно. И как подводку можно использовать. Ну и последняя компания, которая выпускает достаточно бюджетную косметику, но очень качественную, это KIKO. У меня есть вот такие тени в стике. Они очень удобные, потому что вы можете их вот так нанести и пальчиком растушевать. Потому что это что-то между кремовыми тенями и сухими. Тоже достаточно достойные продукты у этой компании. У меня были еще сухие тени именно вот такие же. И мне они очень и очень нравились. Поэтому, ребята, если ищете бюджетные тени, NYX и KIKO это просто мои фавориты. Обязательно присмотреть. Следующая это пудра. И у меня самая любимая пудра после сухой пудры, компактной от Vivienne Sabo. Вот такая пудра от Holika Holika. Это корейская фирма. Это прозрачная пудра. Она немного такая белая все равно. Но если ее наносить тонким слоем, то ее будет вообще не видно. Я вообще не заметила никаких минусов у нее. Она матирует там, где нужно. Она не забивается никуда, не слазит. Все закрепляет хорошо. Консилер хорошо закрепляет. Поэтому вот эта пудра от Holika Holika очень классная. Пахнет она, знаете, какими-то травами. На азиатском рынке есть очень-очень много разных компаний. Есть бюджетные средства, есть средства и подороже. Но если вы ищете что-то бюджетное, но проверенное, посмотрите именно Holika Holika, Tony Moly и так далее. У них достаточно хороший продукт, но не все. Но вот эта пудра классная. Ссылку на нее я тоже оставлю внизу. Следующие это глаза. И здесь у меня сначала будут карандаши, затем подводки. Очень бюджетные карандаши и очень хорошие, я их обожаю всем сердцем, карандаши Каялы от Essence. Ими можно делать потрясающие стрелки, которые у вас будут держаться целый день. Просто целый день. Каялы от Essence это моя любовь. Я их использую, наверное, с 10 класса. Они стоят по 150 рублей вроде бы. Но это самый лучший действительно карандаш, который может быть в вашей жизни без преувеличения. Мне больше о нем нечего сказать. Следующие это очень хорошие карандаши от Faberlic. У меня такой тоже карандаш, немного с блестками. У него очень интересный цвет. Вот эти карандаши, они не слишком насыщенные, они не сделают какие-то вам супер яркие стрелки. Но вообще в Faberlic достаточно достойные карандаши. И один из моих любимчиков это вот этот. Они не такие стойкие, как Каялы от Essence, но в то же время с ними можно делать очень классные макияжи. Тоже советую, карандаши эти очень недорогие. Наверное, рублей тоже по 100-200 где-то вот так. Следующие это лайнеры и подводки. Мой самый любимый лайнер, именно лайнер, это лайнер от L'Oreal. Он очень долго не засыхает и можно пользоваться действительно большой промежуток времени. И он делает хорошие стойкие стрелки. Это супер лайнер Perfect Slim. И это действительно один из самых лучших лайнеров, которые у меня были в жизни. У меня есть еще, вы знаете, такой лайнер от Les Plash. Он стоит намного дороже, чем вот этот. Он где-то тысячу с чем-то стоит. Это водостойкий лайнер, но он абсолютно ничем не отличается вот от этого лайнера, от L'Oreal. Они, в принципе, идентичные, просто это стоит дороже. Здесь, кстати, стрелки тоже держатся достаточно хорошо. Они как-то не стираются, не смываются, поэтому, ребята, присмотритесь. Ну и следующее, это жидкая подводка. Очень бюджетная жидкая подводка от компании Everline. С ней получаются хорошие стрелки. Ей классно можно их прорисовать. У нее удобная кисточка. Единственный ее минус в том, что она, конечно, не водостойкая. То есть, вообще не водостойкая. Вы, если будете плакать, если будете как-то тереть глаза руками, если у вас будут глаза слезиться, эта подводка сотрется. Не скажу, что она прям от любого дуновения ветра исчезает. Нет, просто с ней нужно быть аккуратным, осторожным и в случае чего ее подкорректировать. Но это одна из моих самых любимых жидких подводок. Следующее, это помады. Помады, это все в моей жизни. Я очень их люблю. Мои самые любимые помады. Это помады от Ифраше. Это помады, которые называются жидкий лак. Они и не матовые, и не глянцевые, и не кремовые. Это что-то между. Они вот в таком тюбике идут. Но если вы нанесете эту помаду, она будет держаться целый день. Целый день. Она будет очень красиво смываться, потому что она не матовая, и не глянцевая, и не кремовая. Если вы поедите, она у вас будет очень-очень красивым градиентом сходить. И даже никто не скажет, что у вас помада немного подстерлась. Эти помады стоят в районе 600 рублей, примерно так. Но это лучшее, что было в моей жизни. Серьезно, эти помады очень крутые. Вот из бюджетного сегмента это самая лучшая помада. У них яркие, насыщенные цвета. Они классно наносятся, шелушение не подчеркивают. В складочки губ вообще не забиваются. Ваши губы бархатные. Просто бархатные с этими помадами. Я их обожаю. Следующие это помады от Vivienne Sabo. И вот эта помада матовая. И эти помады мне нравятся, но их вы долго не поносите. В час-полтора эти помады скатываются. То есть образуют такую пленку белую вот здесь. Этим они мне не нравятся, но их цена примерно 200 рублей. Поэтому если вы ищете что-то такое, очень уж бюджетное, но то, что вы готовы поправлять, то это помады для вас. Они в принципе держатся хорошо, но они скатываются. Это единственная их проблема. Следующие это мои любимые матовые помады от NYX. Вот в таком формате. Это lip cream. И эти помады также держатся целый день. Они супер матовые. В отличие от этих, губы не будут бархатными. Они будут просто матовыми. Эта помада, если у вас сухие губы, будет немножко забиваться в складочки. Губы будет сушить. Вот эти помады губы вообще не сушат. Вот обязательно к эфроше присмотритесь. Они делают потрясающие помады. Эта помада губы сушит. И вот эта помада тоже немного подсушивает губы. Но если вы будете наносить бальзам под эту помаду, все будет окей. И хорошие, очень достойные помады у NYX. Я их люблю. И держатся они достаточно долго. Ну и последнее. Это тинты для губ. Я обожаю корейские тинты для губ. А конкретно вот такая фирма. Она достаточно бюджетная. У меня есть и другие тинты. Но они не такие бюджетные. В общем, это акватинт увлажняющий. Он вам противопоказан в том случае, если у вас губы потрескавшиеся. Если у вас губы ободраны. Все мы любим немножко губы подрать. Если вы где-то кожу содрали, этот тинт подчеркнет все. Он просто будет ярче в тех местах, где ваша кожа на губах ободрана. А так, если у вас хорошие, идеальные, увлажненные, не потрескавшиеся губы, этот тинт вам подойдет идеально. Он держится, наверное, часа 4. Смотрится очень естественно, так как будто это просто цвет ваших губ. Увлажняет, губы не сушит и не стягивает. Поэтому обязательно присмотритесь. Последние для губы это карандаши. Мои самые любимые карандаши это Vivienne Sabo и Artvisage. Эти карандаши стойкие. Они очень хорошо наносятся. Но их нужно наносить, конечно же, на бальзам для губ. И вообще любой карандаш лучше наносить на увлажненные губы. Карандаши от Vivienne Sabo немного получше, чем карандаши от Artvisage. По стойкости, по нанесению и палитру. У них красивее, потому что у них есть вот такие потрясающие нюдовые цвета, которые идентичны их помадам матовым. Поэтому даже если выбирать между помадой и карандашом от Vivienne Sabo, то я бы даже посоветовала вам карандаш. Потому что карандаши у них чуть-чуть получше, чем помады. Ну и карандаши от Artvisage. Они немного сложноваты в нанесении, если вот такие яркие цвета брать. Потому что они немножко туговаты. Они не такие жирные, как карандаши от Vivienne Sabo. Их немного сложно наносить. Но по стойкости они хорошие и они не скатываются. Следующие это брови. Брови надо было, наверное, в начале озвучить. Мой самый любимый карандаш, который я советую всем. У меня вот такой пепельный оттенок. Я очень долго искала карандаши, которые бы не рыжили. Не отдавали бы рыжиной. Которые не были бы слишком яркими, слишком светлыми. То есть такой карандаш, который бы был просто вот в тон ваших бровей. Вот видите, какие у меня брови, да? Этот карандаш идеально просто подходит по цвету. Никакой рыжиной вообще не отдает. То есть если вы ищете карандаши, которые бы не рыжили вообще, то это для вас. Потому что я знаю, что карандаши от Essence, например, у них есть рыжий подтон. Если вы берете какой-то светлый карандаш, он обязательно будет с рыжим подтоном. Вот эти карандаши рыжим подтоном не обладают. Поэтому если вы ищете какой-то карандаш, хороший для бровей, стойкий, очень естественный, это вот эти карандаши от Ifrache. И последние продукты, о которых я хочу рассказать, это туши. Я раньше обожала туши от Vivienne Sabo Cabaret. Но в последнее время я как-то поняла, что самая моя любимая тушь в жизни, это тушь от Ariflame The One. И это действительно самая лучшая тушь, которая у меня когда-либо была. Я обожаю ее щеточку, я обожаю ее стойкость, я обожаю ее нанесение. Это просто лучшая тушь в мире, если быть откровенным. Поэтому, ребята, я ничего от Ariflame не заказываю никогда, только вот эту тушь. Это мой фаворит на всю жизнь. Она не течет, не растекается, не осыпается. Классно разделяет ресницы. Лучшая тушь на планете, честно. Ну и еще один мой любимчик, это тушь от Divash. У нее тоже силиконовая кисточка, достаточно хорошая, но не так сильно мне нравится, как в туши от Ariflame. Эта тушь также отлично подкручивает ресницы, она их удлиняет, она не осыпается. Самое главное в туши для меня, это то, чтобы она не осыпалась. И в течение дня достаточно хорошо держалась. У этих тушей нет таких проблем, они классно держатся и не осыпаются. Собственно, это все, что мне нужно от туши, потому что, по сути, в них особо нет никакой разницы. Для меня разница у туши есть только в щеточках. И даже вам просто достаточно купить однажды тушь с хорошей щеткой, типа вот такой, и потом использовать просто любую тушь. Мне кажется, вообще нет никакого резона покупать какую-то дорогую тушь. Ну а на этом все. Это были все мои самые-самые любимые бюджетные средства, которыми я пользуюсь практически постоянно. Если вам было интересно, то поставьте пальчик вверх этому видео и подписывайтесь на мой канал. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока!